В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Увеличить ли финансирование футбольному клубу Саров прошло заседание планово-бюджетного комитета. На страже порядка 207-я годовщина со дня образования войск Национальной гвардии. Куда делся асфальт? Как в нашем городе проходит ямочный ремонт? Далее расскажем обо всем подробно. Пожар в Кемеровском торговом центре стал одним из крупнейших в России за последние несколько лет. По официальным данным задохнулись и погибли в огне 64 человека, многие из которых дети. 28 марта президент Владимир Путин объявил днем национального траура. Но регионы нашей страны начали поддерживать жителей Кемерово с понедельника. С минуты молчания в память о погибших началось заседание планово-бюджетного комитета. После депутаты приступили к вопросам повестки. Совсем скоро администрация внесет проект корректировки главного финансового документа города. Перед этим народные избранники вернулись к обсуждению прошлогодних поправок, рассмотрение которых по общему решению было перенесено на первый квартал 2018-го. Подробности далее. Увеличение финансирования футбольного клуба «Саров» в конце прошлого года поддержал и социальный комитет и фракции «Единая Россия». Сегодня в бюджете на этих спортсменов заложено 2,5 миллиона рублей. Для того, чтобы команды «Основная» и «Дубль» функционировали без сбоев, необходим еще миллион. В сегодняшней смете клуба не предусмотрены траты на приобретение мячей и бутс, на информационное сопровождение, медицинское обслуживание и организацию матчей. Три месяца работаем уже. У нас нет ни одного мяча мы не приобрели, ни одной пары бутс. Я попросил ребят, две команды у нас, 44 человека, «Основой» и «Дубль». Я попросил ребят, они покупают сейчас на свои деньги, взял под свою ответственность, чтобы эти деньги вернутся. Сейчас мы существуем без копейки и без определенности. Смету представители футбольного клуба направили в департамент финансов. И, как пояснила его директор Любовь Маркова, к рассмотрению документов там пока не приступали. Будет ли увеличено финансирование саровского футбола, покажет ближайшая корректировка бюджета. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. По всей стране прошли митинги, посвященные 207-й годовщине со дня образования войск Национальной гвардии Российской Федерации. По традиции военнослужащих представили к наградам и медалям за усердие, проявленные в служебно-боевой деятельности. В связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерове, митинг в Сарове также начался с минуты молчания в памяти погибших во время пожара. Я попрошу почтить минуты памяти наших товарищей и тех безвынных людей, которые пострадали в городе Кемеров. Для нашего города Росгвардия имеет особое значение. Более 70 лет Саровская дивизия стоит на страже ядерного центра. От профессионализма военных зависит надежная защита особо важных государственных объектов. Неоднократно менялись названия и организационно-штатная структура. Но всегда, даже в самые тяжелые дни, войска правопорядка с доблестью и честью выполняли и выполняют на них возложные задачи. В честь профессионального праздника почетными грамотами и медалями наградили офицеров, прапорщиков и сержантов. Представители городской думы и администрации ядерного центра отметили высокий профессионализм военнослужащих и вручили памятные подарки. Поздравить вас с праздником, пожелать вам мирного неба, семейного благополучия, успехов в боевой подготовке, легких трудовых будней. Традиционно на торжество по случаю Дня войск национальной гвардии приглашают ветеранов военной службы. Игорь Владимирович Старченко всегда с особым чувством принимает приглашение на этот праздник. Это редкая возможность встретиться с однополчанами на территории родной дивизии и вспомнить годы службы. Я хотел бы от всей души пожелать своим боевым друзьям, ветеранам, военнослужащим, которые сейчас проходят службу, удачи, счастья, здоровья, успехов во всем. В завершении митинга военнослужащие продемонстрировали строевые приемы с оружием, а бойцы спецназа показали элементы рукопашного боя и мастерское владение боевым и холодным оружием. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчан приглашают на очередное занятие Школы ответственного собственника, как сообщает Ассоциация Советов многоквартирных домов. В программе встречи «Всё о МУП-центр ЖКХ», доклад о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями и проведении на портале Госуслуг РФ онлайн-собраний собственников МКД. Занятие пройдет 29 марта в библиотеке имени Маяковского. Начало в 17.30. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Городская администрация приглашает Саровчан на общественное обсуждение концепции благоустройства парка имени Зернова. Встреча пройдет 4-5 апреля в художественной галерее. Напомним, сейчас городской парк участвует в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. И в случае победы Саровчан получит на его благоустройство внушительную сумму. В связи с повышенной заболеваемостью среди детского населения временно отменен так называемый «здоровый четверг». Как сообщили в клинической больнице номер 50, вместо этого 29 марта в детской париклинике будет идти прием больных детей. До тотального диктанта осталось меньше месяца. Проверить себя на знании норм и правил русского языка все желающие смогут уже и 14 апреля. Как и в предыдущие годы, возможность переписать тотальный диктант будет и у Саровчан. Для этого достаточно будет 14 апреля прийти к 2 часам дня во второй гимназии. С собой необходимо взять только паспорт. Бланки и ручки участникам выдадут на месте. Если асфальт уложить по всем правилам, то он должен служить не один год, говорят специалисты. Но, как показывает практика, эта теория далека от реальности. Каждую весну жители нашего города наблюдают появление на дорогах глубоких ям. Даже в тех местах, где полотно было недавно отремонтировано. Наша съемочная группа решила выяснить, почему так происходит и как проходит ямочный ремонт асфальта. С дороги города сошел снег и обнажились ежегодные проблемы. Ямы глубиной 10-15 сантиметров. И вместо того, чтобы следить за сигналами светофора и знаками на дороге, водители вынуждены искать пути объезда. Ямочный ремонт в Сарове начался и ведется двумя способами. Первый – это когда поврежденный асфальт закладывают кирпичом, выравнивая края ямы. Второй способ – когда дефекты дорожного полотна заполняют смесью старого асфальта и битума из так называемого рециклера. Если есть возможность, температура более-менее близкая к нулю, то виброплита или вручную ногами через фанерку прихлопываем. Правда, сотрудники дорожного предприятия, в отличие от руководства, видимо, не в курсе, что уложенную смесь все же необходимо утрамбовывать. На наших глазах смесь заложили и поехали дальше. А вновь заделанную яму на углу улиц Курчатовой и Арзамасской за 15 минут проезжающие машины вновь вернули в привычное состояние. Ни ограждений, ни предупреждений на дороге установлено не было. И как сказал нам представитель ДЭП, если яма опять появится, они приедут и снова будут ее латать. Дорога, ее не закроешь. Ну, хоть там, не знаю, раньше был там кордон, могли притоптать, еще что-то такое. Сейчас там просто обратно яма будет через сутки. Такой же глубины. Ну, посмотрим. Будет, значит, будем переделывать. Каково сейчас состояние дорог в городе в общем и в целом? Я думаю, что плохое состояние. Плохое? Очень много ям. Чтобы содержать дороги города в удовлетворительном состоянии, ежегодно необходимо ремонтировать минимум 10% всего дорожного покрытия. В бюджете этого года заложено 7,5 миллионов. И это минимум в два раза меньше необходимой суммы. И пока финансирование ремонта не будет увеличено, автомобилистам каждую весну придется искать пути объезда на проезжей части. Кирилл Басенев, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Место, которое заставляет всерьез задуматься о самом сокровенном – о любви, о верности, о дружбе и взглянуть по-новому на определенные ситуации. Отдельный мир со своими правилами и обычаями. 27 марта во всем мире отмечают День театра. Считается, что это праздник всех любителей искусства, но все-таки в первую очередь он посвящен мастерам сцены. Крайне удивлена. А я ведь всегда вам полностью доверяла. Разумеется, до сегодняшнего дня. Владимира Петрик – молодая и перспективная актриса. Выступать на сцене девушка начала еще в школе. Первую серьезную роль ей посчастливилось сыграть в пьесе «Женитьба Бальзаминова». Тогда девушка еще даже не представляла, что в будущем станет актрисой. Я вообще об этом никогда не думала. Я думала стать переводчиком. Я училась во французской гимназии. Я помню просто это ощущение сердца, руки немы и смех в зале. Больше ничего не помню, но помню, что это было здорово. Закончив девять классов гимназии, девушка, не раздумывая, решила поступать в театральное училище. Выучив несколько басен, стихов и прос, она отправилась на встречу своей мечте. На вступительных экзаменах Владимира продемонстрировала комиссии свою артистичность, пластичность и исполнила песню. Самое главное – это быть собой. То есть на сцене нас учили жить, а не играть, потому что многие студенты, они сразу любят изображать. Это намного легче, чем быть собой. Это самое сложное. На сцене открыться, открыться всем. Многие считают, что быть актером достаточно легко. О, отыграл спектакль, а после тебя ждут цветы и поклонники. Но на самом деле у этой яркой творческой профессии есть и обратная сторона медали. Сложность в том, что тебе говорят, что ты ничего не стоишь, таких как ты миллион, а ты должен выходить на сцену и все равно доказывать, что ты имеешь право быть в этой профессии. И Владимира доказала, что достойна быть актрисой. Вот уже четыре года своей игрой на сцене она заставляет саровского зрителя задумываться над смыслом жизни и улыбаться простым вещам. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. В галерею спорта «Бассейн и Дельфин» прошло торжественное награждение победителей и призеров конкурса, посвященного 23-м зимним олимпийским играм «Олимпиада глазами детей». На суд жюри было представлено более 130 работ ребят от 4 до 18 лет. Конкурс прошел в рамках областного проекта «Всей семьей в будущее». Вике Салтыковой всего 5 лет. Но уже в столь юном возрасте она следит за успехами российских спортсменов. И, конечно, девочка не могла пропустить Олимпиаду в Пхенчхане. Больше всего ее впечатлили лыжники-трамплинисты. Их девочка и нарисовала для конкурса «Олимпиады глазами детей». И в номинации «Незабываемые моменты» заняла третье место. И если для маленькой Вики конкурс стал дебютным, то для 15-летней Виктории Ивановой представлять свою работу на суд жюри не в новинку. Девушка уже принимала участие в подобных фестивалях и занимала на них призовые места. И в этот раз Виктория вновь вошла в тройку лучших. «Я считаю, что третье место – это тоже хорошо. Ведь главное – участие, а не занятие какого-то определенного места». В конкурсе «Олимпиады глазами детей» приняли участие 135 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. Перед жюри стояла непростая задача – определить победителей в четырех номинациях. Олимпийская символика Пхенчхана, «Я болею за Россию», «Незабываемые моменты Олимпиады» и «Рисуем всей семьей». «Очень было сложно, потому что работы все великолепные. Когда мы разложили работы по номинациям, по возрастам, то есть работы раскладывали и понимали, что мы вот сразу не можем даже выбрать лучшее, потому что настолько великолепные и интересные были все работы. То есть все участники творчески подошли к этому процессу». Работы всех участников конкурса рисунков «Олимпиады глазами детей» можно будет увидеть уже в начале апреля на официальном сайте детско-юнушеской спортивной школы «ИКАР». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, СОРО-24. Военно-спортивная игра «Зорница» знакома многим. Появилась она еще в Советском Союзе, но до сих пор не теряет своей актуальности и вызывает у современного поколения только положительные эмоции. Школьники и студенты нашего города ежегодно принимают в ней активное участие. При этом демонстрируют свои навыки физической и военной подготовки не только молодые люди, но и девушки. О том, как в этом году ребята прошли курс молодого бойца, расскажем в следующем репортаже. Дмитрий Сёгин командует своим отрядом как настоящий генерал. В его подчинении молодые люди и девушки. И все они безукоризненно выполняют команды. Дмитрий признается, что руководить отрядом ему приходится впервые. И для него это большая ответственность. Огромная ответственность. Соответственность за свою команду, за свое отделение. То есть это нужно принимать решение, чтобы хорошо выступить, чтобы показать хороший результат. А вот капитан команды школы номер 11 Андрей Мазурин принимает участие в этих соревнованиях уже не в первый раз. Молодой человек играет зорницу с малых лет. И считает, что проходить испытания и командовать отрядом – это его призвание. Самое сложное – отдавать команды. Во время строевого шага попадать больше в ногу. Для меня это, я считаю, сложно. А так мы подготовлены. Зорница в нашем городе проводится ежегодно. Главная цель – воспитание патриотизма и гражданственности. А также формирование у детей сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Также военно-патриотическая игра позволяет развить у школьников умения и навыки, которые пригодятся им в экстремальных ситуациях. Здесь же, прежде всего, ребята показывают свою физическую подготовку. Каждая команда заинтересована в своих достижениях. Ну и в определенной степени это сплачивает коллектив. Юным армейцам предстояло пройти несколько этапов – физическая и военная подготовка, медицинская помощь, военно-историческая викторина и другие. Все команды были разделены на несколько возрастных категорий. По итогам победителями стали команды из школ номер 13, 11 и 10. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!